Друзья, всем привет! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем сравнивать Samsung A32 4G версию. Обращайте внимание, потому что 5G это совершенно другое устройство как по характеристикам, так и внешне. Чехол от него на 4G не подойдет. И A52 у него тоже есть 5G версия. Дата выхода этих смартфонов в февраль 21 и март 21 года. Продаются они абсолютно в одинаковых цветах. Это черный, белый, фиолетовый и голубой. В наших странах продаются они в версиях 4.64 и 4.128, а A52 4.128 и 8.256. Есть 6.128 и 8.256 в 5G версии. Цена в мае 21 года на версию 4.128. Именно такое сравнение будет более честное, чтобы высчитать сколько мы переплачиваем именно за характеристики. А32 в интернет-магазинах в Беларуси стоит 676 белорусских рублей. Официальные салоны продают его за 769 белорусских рублей. А52 863 белорусских рубля и 979. Смотрим, что в комплекте. Комплекты у нас абсолютно одинаковые. Документы, скрепки и зарядное устройство. Это быстрая зарядка на 15 Вт. Нет в комплекте ни чехла, ни наушников, ни пленки с завода. A52 поддерживает зарядку на 25 Вт, но докупать ее нужно будет отдельно. A32 не поддерживает. Внешний вид смартфонов. Со спинки они пластиковые. Здесь у нас пластик глянцевый, собирает абсолютно все отпечатки. Все видно, выглядит неопрятно, особенно в темных цветах. Здесь у нас пластик матовый, выглядит более аккуратно. Оформление камеры мне больше нравится в A52. Есть небольшой выступ, углубление к самим камерам. Здесь камеры обрамлены вот такой вот окантовкой, но протирать такую камеру не совсем удобно. Вес смартфонов 184-189 грамм. Окантовки здесь глянцевые. Слот 2 плюс 1, 2 сим-карты плюс карта памяти. Здесь у нас слот комбинированный. Вы сможете поставить либо 2 сим-карты, либо сим-карту и карту памяти. Если мы посмотрим на смартфоны с лица, более современный внешний вид в A52. Здесь у нас вырез, здесь старомодная капля. И внизу подбородок ощутимо тоньше в A52. Внизу у нас все абсолютно одинаково. 3.5 Jack и Type-C разъем для зарядки. От царапин защищает Gorilla Glass 5-го поколения. По олеофобке мне не понравился ни один из дисплеев. Пачкаются. Очень сложно потом стереть вот эти вот отпечатки и загрязнения. Есть у нас влагозащита в A52. По стандарту IP67. Вы можете погружать смартфон в пресную воду на глубину до 1 метра. По времени до 30 минут. Переходим к дисплеям. Дисплей у нас здесь Super AMOLED с диагональю 6,4-6,5 дюймов. Количество точек на дюйм 411 в A32 и 407 в A52. По яркости, по сочности я думаю вы видите, что дисплей абсолютно одинаковый. Это у нас максимальная яркость. Если мы перейдем в настройки дисплея. Есть небольшое подтормаживание. Я думаю вы видите не до конца оптимизирована работа процессора. И в одном и во втором случае. Зайдем в настройки дисплей. И здесь у нас появилась плавность движения. Высокая 90 Гц. И если сравнить A52 90 Гц и A32 90 Гц. Здесь вы увидите, что более плавное пролистывание в A52. Не понимаю зачем добавили сюда 90 Гц. Если здесь слабоватый процессор. И 90 Гц здесь мне кажется не совсем и нужны. Разницу в 32 между 90 и 60 не так-то просто и заметить. Из-за такой работы процессора. По шиму мне гораздо больше понравился A32. Коэффициент пульсации здесь намного меньше. От A52 у меня очень сильно болели глаза. Даже если я телефоном пользовалась недолго. Переходим к разблокировке. Разблокировка по лицу. Быстрее в A52. Разблокировка по отпечатку пальца. Добавить можно 3 отпечатка на любой из смартфонов. И здесь мы видим, что A52 тоже быстрее отрабатывает. Переходим к звуку. В A52 звук стерео. Слушаем, как звучит A32. 52. Я думаю, что вам даже было слышно, что громче звучит A52. Смотрите, как отрабатывают жесты в 32. Пытаюсь выйти отсюда. Не всегда получается с первого раза. Звук чуть объемнее, чуть громче в A52. В A52 звук не противный. Он здесь приятный. Он здесь не пищащий. Но он здесь не стерео. Разговорный динамик мне больше понравился в A32. Потому что в A52 разговорный динамик спустя время на максимальной громкости дает небольшие такие дребезжания неприятные. А вот датчик приближения лучше работает в A52. В A32 частенько экран загорается сам по себе. И во время разговора очень легко щекой нажать, отключить звук, либо положить трубку. Например. В вибрация в A32 мне не совсем понравилась. Она здесь чувствуется, что дешевая и дребезжащая. Слушаем 32. В A52 вибрация более мягкая. Руке это тоже ощутимо во время использования. Переходим к фронтальным камерам. Фронталка здесь 20 мегапикселей светосила 2.2 и 32 мегапикселя светосила 2.2. Если мы захотим записать видео, то A32 может это сделать только в разрешении HD 30 и Full HD 30 кадров. А вот A52, Full HD 30, Full HD 60 и 4К 30 кадров в секунду. По цветопередаче более холодные оттенки в A32, более сочные в A52. Если мы фотографируемся на улице, то A32 дает какую-то зеленцу. Если мы зайдем в настройки, например, в AR Zone, то здесь мы увидим, что есть камера AR Moji и ее нет в A32. С помощью этой камеры мы можем делать, например, сценарий, выбираем персонажа, пускай это будет мой эмоджи. Можно менять фон. Можно выбирать другого персонажа, здесь их очень много. Также можно включать просто маску и таким образом записывать видео. Есть еще зеркало, появляется мой персонаж, и если танцевать, то он будет полностью все движения повторять за вами. И есть еще игра, когда вы рисуете какой-то маршрут на определенной поверхности и под музыку ваш персонаж будет шагать. Такой возможности в A32 нет. Чего еще нет в A32? В A32 это камеры Bixby. Возвращаемся обратно. Еще. Вот она камера Bixby. Покажу еще настройки основной камеры, которая также отсутствует и в A32. Здесь телефон умеет определять цвета. Серебряный. Серебряный. Темно-розовый. Темно-красный. Также телефон умеет читать. Кстати, обратите внимание, гигабайт он произносит правильно, хотя здесь сокращенное ГБ указано. Также телефон умеет здесь определять объекты, покупки, поиск, перевести текст, вино и так далее. Всего этого A32 делать уже не умеет. Еще в настройках есть сверх замедленная съемка. Есть здесь режим веселый. Это различные маски. Вот пару примеров. Есть профессиональное видео и есть мультикадр. Всего этого в A32 также нет. Сравнивая фотографию днем, по качеству разницу найти очень сложно. Вот еще фотография днем. Как я уже говорила, более тусклая на A32 видно по волосам. По детализации здесь, наверное, даже чуть-чуть лучше на A32. Если в комнате темно, то фотография получается чуть светлей на A32. Во время съемки видео по детализации, по шумам вы видите более широкий угол съемки на A32. Более плавное видео на A52. Здесь я просто иду очень быстро. Весь фон дребезжит на A32. На A52 такого нет. По фронтальной камере лидера я не выявила. В очень темных условиях светлее фотографии получается на A32. Если мы фотографируем днем, фотографии получаются одинаковые. Плюс в A52 есть различные режимы, которых нет в A32. Здесь видео плавнее. Здесь есть разрешение Full HD 60, 4K 30 кадров. Поэтому по фронталке без лидеров. Переходим к основной камере. Зум максимальный в этих смартфонах 10-кратный. На A52 зумированной фотографии снимать проще, потому что картинка движется плавно. В A32 картинка прям вся дребезжит, вся шатается. И очень сложно поймать кадр. Тем более, когда ты стоишь и руки у нас немножко потрясываются. Если мы снимаем видео точно так же, как и на фронталку. Здесь у нас всего Full HD 30. Здесь у нас есть Full HD 30, Full HD 60 и 4K 30 кадров. Если мы снимаем фотографию. Также и на фронтальной камере. Режим 64 мегапикселя. На основной включается отдельно. Здесь у нас 3х4 стандартно идет 12 мегапикселей съемка фото. Во время записи видео Full HD 30 кадров. Можно переключаться на широкий угол. Можно возвращаться обратно в A52. В A32 нужно выбирать угол съемки до начала записи видео. Во время записи видео на широкий угол на основную камеру. Как мы видим, лучше видимость, лучше качество. В A52. И также, если мы делаем фотографию, то тоже лучшее качество вечером на широкий угол на A52. Во время съемки в сложных условиях вечером. Это, например, вывеска, где вам нужно и вытянуть свет основной части кадра. И убрать пересвет на вывеске. Лучше справляется A52 как на видео, так и на съемке. Если света у нас недостаточно, то прыгает фокус, то теряется, то находит, как на фото, так и на видео в A32. Вечером, если света мало, лучше вытягивает A52. Вот, например. В режиме ночь A32 дает очень много шума и теряется детализация, хотя здесь более-менее светло в комнате. Подводя итог по камере. Больше камера мне понравилась в A52. Здесь больше режимов, здесь больше разрешений для съемки видео. Лучше фотографии снимает вечером, лучше снимает фотографии на широкий угол и лучше получается в режиме ночь. Здесь бесспорно выигрывает A52. А52. Субтитры сделал DimaTorzok Переходим к процессору. Здесь у нас Mediatek Helio G80, 8 ядер, 2 ядра по 2000 и 6 ядер по 1800. Здесь у нас Snapdragon 720G, 2 ядра по 2300 и 6 ядер по 1800. Изготовлены по 12-сенанометровому техпроцессу и 8-сенанометровому техпроцессу. Естественно, 8 нанометров лучше. Antutu показывает нам следующие результаты. 194 тысячи и 310 тысяч баллов. По скорости работы ощутимо быстрее себя проявляет A52. Оба процессора на этих смартфонах не до конца оптимизированы. Надеюсь, с обновлением это исправят. Есть небольшие лаги, есть небольшое подтормаживание. В двух смартфонах одинаково. И переходим к батареям. Батарея у нас 5 тысяч и 4 500. Фактически ресурс аккумулятора указана даже на официальном сайте 4 860 и 4 370. Зарядка от комплектной 15-ти ваттной от 15 до 100, 2 часа ровно и час 25. 25-ти ваттную А32 не поддерживает, а А52 поддерживает. Докупать ее нужно отдельно. И от 25-ти ваттной от 15 до 100% телефон заряжается за 1 час 3 минуты. При просмотре видео в YouTube в качестве 1080 через Wi-Fi на максимальной яркости 60 Гц телефоны разряжаются со 100 до 97% и со 100 до 1 раз 99, второй раз от 100 до 98%, то есть 1-2% в час. И если мы включим 90 Гц, А32 по-прежнему разряжается на 3%, а А52 уже на 5%. Здесь лидера выявить у меня не получилось. Оба смартфона вытягивают двое суток средней активности, либо сутки, либо до позднего вечера высокой активности. Здесь ощутимо батарея не на 4 500, она здесь ощутимо лучше, либо ощутимо больше, чем 4 500 в обычном нашем понимании. Поэтому батарея здесь плюс-минус одинаковая. Батарея здесь очень хорошая в двух смартфонах. Подводим итоги. Плюсы А32. Слот 2 плюс 1. Шим комфортный, не болят глаза. Плюсы А52. Внешний вид мне понравился больше. Сюда входит матовая спинка, вырез, меньше подбородок, влагозащита по стандарту IP67, быстрее разблокировка по отпечатку и по лицу, звук здесь стерео. Основная камера, процессор, поддержка 25-ваттной зарядки. По батареи и по фронталке плюс-минус одинаковые, но фронталка здесь больше режимов, здесь больше разрешений для съемки видео, но лидера я здесь не выявляла. Итог по этим смартфонам такой. Если вас не смущает шим в А52, а по комментариям под видео большинство людей написали, что им абсолютно все равно на этот шим, то однозначно стоит доплатить и купить А52. Лично меня шим беспокоит, глаза у меня от него очень болят. И А52 я бы покупать не стала, потому что я просто не могу им пользоваться. Но и А32 мне не понравился. Я бы присмотрелась, но и А32 сам по себе мне не очень понравился. На этом все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и обязательно пишите ваши комментарии. Всем пока!